Всем привет, с вами Алексей Кразилайф. Покемоны захватывают полностью ютуб и интернет. И мой канал не остался в стороне. Сегодня в рамках первого взгляда мы посмотрим Покемон Гоу. Поехали! Как и обычно бывает, нас просят прочитать долгое и долинное лицензионное соглашение. Благо я умею читать быстро. Зайдя в игру, мы должны создать своего персонажа. И после этого прогружается карта, на которой мы и будем искать своих покемонов. Возвращаясь в поликлинике, я выбрал наиболее долгий маршрут до своего дома и был в предвкушении поиска покемонов. Во время своих странствий я решил использовать специальный айтем, который позволяет найти в большом радиусе покемонов. Проделав немалый путь, я уже дошел до дома. Немножко был опечален тем, что ничего не нашел и уже, казалось бы, зашел в лифт, но увидел небольшой логотипчик, который горел, в принципе, недалеко от моего дома и решил к нему сходить. Подойдя к заданной координате, я очень долго ходил вокруг нее, тыкал в нее долго. Не знаю, может быть, это какой-то бак игрушки либо интернет плохой, но ничего не происходило. А, кстати, на фотографиях это место выглядит вот так. И, кажется, я уже нашел одного покемона на фотке. Так, кажется, я что-то нашел. Ну-ка, давайте попробуем его захватить. Иди сюда, иди сюда. Что-то не получается. Ребят, возможно, дело все в интернете, потому что у меня постоянно переключается разное типа подключений, у меня постоянно там мигают палки, я понять не могу. Скорее всего, дело в том, что у меня просто нестабильный интернет. В общем, помучившись, расстроившись, что ничего не получилось, я пошел домой. Пацан к успеху шел. Не получилось, не фортануло. Зайдя в квартиру, я переоделся, увалился на диван, и тут вдруг такое. Теперь осталось лишь его поймать. Но на самом деле не все так просто, потому что я пытаюсь, тыкаю, тыкаю, и пока что мне ничего не получается. Я решил настойчиво встать и подойти к нему. А то что это он у меня тут сидит? Ты на пенек сел, должен был кассиры давать. Поздравляю, и мы захватили своего покемона. В интерфейсе игры есть очень много разных окон. Например, можно посмотреть количество пойманных вами покемонов. Также можно посмотреть различные айтемы, которые покупаются за донат. Также можно почитать историю покемонов, которые вы нашли, что они делают, их способности, возможности. В заключении видео я хотел бы уделить пару секунд по поводу зарядки батареи. Дело в том, что если взять самый первый скриншот, который у меня есть на записи, и самый последний, то если посмотреть, то можно заметить, что у меня потратилось 20% заряда батареи. Это при включенном мобильном интернете, GPS, самой игры и программы для записи видео. Таким образом, видео 23 минуты потратило мне 20% заряда батареи. В принципе, неплохо, с учетом того, сколько программ было запущено. Так или иначе, если вы планируете полномасштабную вылазку за покемонами, то все равно придется обзавестись пауэрбэнком. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка с первыми взглядами на другие игры в описании под видео. Всего вам хорошего, позитива, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok